С левой стороны расположился уже сад. Смотрите, у нас конец мая, персики уже на участках в таком состоянии. Так, а мы с вами смотрим участок дальше. Огромный парник с левой стороны. Здесь тоже уже все посажено, огурцы, помидоры. Смотрите, какие у нас уже свои огурцы в парниках у людей. Когда, посмотрите, что творится. Малина. Пошла первая малина. У кого ранние, уже своя. Все очень хорошие по площади. 13, 14, 15, 17 квадратных метров. Конечно, здорово. Там ламинат также на полу. Стены оклеены обоими. Друзья, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем канале. Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Меня зовут Екатерина Романенко. Центр недвижимости и компромисс. Перед тем, как мы начнем с вами этот обзор, я вас прошу подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Я вам очень благодарна. А также благодарна алгоритму Ютуба, который очень любит новые подписки, лайки и комментарии. Меня это очень мотивирует на новый поиск объектов и хороший материал для вас. Подписывайтесь, пожалуйста. Устраивайтесь поудобнее. Давайте начинать смотреть с вами новый объект. Что мы сегодня будем с вами смотреть, где находимся. Сегодня мы с вами в 45 километрах от центра города Краснодара. От центра, это у меня пересечение Северная Красная. Там, где у нас торговый центр галерея. 45 километров. По времени в пути, ну где-то порядка час-час 15 занимает. Мы с вами в Красноармейском районе. Мы смотрим Станицу Ивановскую. Дом классный для большой семьи, для любителей, для профессионалов, я бы даже сказала, потому что любители с таким земельным участком в 22 сотки вряд ли справятся. Участок шикарнейший, с широким фасадом 40 метров, ухоженный. На участке все, что только можно себе придумать. Там огромное количество вишни, черешни, персик. В общем, не буду сейчас все рассказывать, сейчас пойдем посмотрим. Дом у нас, друзья, 174 квадратных метра с четырьмя спальнями. Для большой семьи, еще раз повторюсь, 8500 с данным объектом. По инфраструктуре в Станице мы находимся на въезде в Станицу. Здесь достаточно хороший грунтовый подъезд. Вот машина как раз проезжает, сюда к нам выезжает. И быстрый выезд на асфальт. Ну сколько здесь? Порядка 100 метров, и мы выезжаем на асфальт. До основных мест, школы, детские сады, магазины, это порядка 15-20 минут. До поликлиники также 20 минут пешком я все говорю. В целом все в шаговой доступности. Ближайшие магазинчики также и 10 минут где-то ближайшая у нас остановочка. Поэтому место в Станице, я считаю, хорошее, сухое. Здесь не подтапливается. Поэтому буду рада, кто рассмотрит такой вариант. Дом на самом деле классный. Давайте заходить и осматриваться изнутри. Нам точно есть что с вами сегодня посмотреть. Итак, на участок мы с вами зашли. Давайте будем осматриваться по придомовой территории, как обычно мы это делаем, по ширине фасада. И дальше уже пойдем по участку. Ширина фасада здесь очень хорошая. 40 метров ширина участка. Забор по фасаду будем считать, что на фундаменте, поскольку бетонная площадка залита по всей фасадной части. Металлические столбы, каркас металлический, ну и профлист. Две въездные группы. Иду вот в левую сторону. Здесь въездные ворота для заезда. Ну, здесь, смотрите, огромная площадь бетонированная. Ну, вообще 22 сотки земельный участок, напомню. Поэтому, конечно, землю катали в бетон, не жалели. Но это было сделано с производственной необходимостью. Так, давайте засматриваться дальше. Входная калитка также из профлиста. Рядом въездные ворота, которые основные, которыми пользуются. По тем воротам, которые сейчас мы посмотрели, заходит обычно финансовая техника на участок. Большой навес перед домом. Тоже на металлическом каркасе. Профлист на крыше. Откатные ворота. Ну, по парковочным местам, думаю, здесь все понятно. С левой стороны расположился уже сад. Смотрите, у нас конец мая, персики уже на участках. Вот в таком состоянии. Еще немножко и можно будет уже кушать. Виноград, персик, черешня, вишня, яблони, груша, инжир. Все здесь на участке присутствует. 22 сотки площадь земельного участка. Поэтому место на сады и огороды сколько пожелаете. Давайте выйдем сюда на огород. Посмотрим, как он разработан, что посажено. Ну и пройдем потом по надворным постройкам. Еще персики. В этом году много и все раннее. Погода хорошая. Не очень жаркий такой заход в лето. Очень комфортный. Курочек держит у нас здесь хозяйка. Смотрите, вот они, красотки. Больер для них предусмотрен. И он по участку. Расхаживают в свое удовольствие. Вот такие вот красавицы-мясушки. Поэтому если решите держать курочек, смотрите сколько их. Погоня, погоня. Они тут что-то увидели. Так, а мы с вами смотрим участок дальше. Огромный парник с левой стороны. Здесь тоже уже все посажено. Огурцы, помидоры. Смотрите, какие у нас уже свои огурцы в парниках. Да, у людей. Где-то еще даже не высадили. А у нас уже, пожалуйста. Вот. Ой, прям захотелось. У нас две же огурцы к срывать. Помидорки. Вот смотрите, если мы там две недели назад выезжали, еще не было совсем помидоров. Еще завязи только были. То сейчас уже вот такие помидорчики висят. В общем, все идет своим чередом. Все растет. Поэтому, кто будет приобретать данный объект, вот уже все посадки, весь огород. Ой, ну это просто что-то волшебное. Какая красота. Ничто не может сравниться с огурчиком вот таким своим, с грядки. Слушайте, малина. У меня какой-то еще день открытия. Неделю не выезжали на обзоры. Как-то было то пасмурно, то дождливо, то некогда. Посмотрите, что творится. Малина. Пошла первая малина. У кого раннее, уже своя. Ну, вот я и дошла до той радости, которую тоже очень люблю. Черешня. Помните, говорила, что начинает краснеть. А вот она уже, вот она уже красная. В общем, по кусарникам тут всего более чем достаточно. И по сухтовым деревьям тоже, помимо черешни. Смотрите, какая красавица вишня. Ну, конечно, в мае это раннее черешня, ранние сорта у нас. Она только начинает появляться на рынке уже прям наша местная. Ну, вот на участке здесь у вас, пожалуйста. Хотите компоты, хотите варенья. Все, что угодно. Еще много ягод. Еще вишня. Уже никого она даже тут не интересует. Сладкая вишня очень вкусная. Так, ну что, пройдут еще немножко по клубнике. Ну, есть еще клубнички немножко тоже. Давайте вот так пройдем по участку. Все разработано, все ухожено, посажено. Поэтому в доме ждет своего хозяина. Это как раз вот из той истории, когда хочу огромный участок. Мне нужен большой дом. Переезжаем всей семьей. А потом дети принимают решение, что все-таки им интереснее быть в Краснодаре. Родителям дом с пятью спальнями. Такой огромностью 70 метров по площади не нужно. И, конечно, 22 сотки – это дело. На это нужна сила, на это нужно желание. А знаю, что не каждый может позволить себе смотреть, как участок зарастает травой. Поэтому, когда принимаете решение о покупке такого большого участка с насаждениями, садом, за которым тоже надо посматривать землю, надо обрабатывать, прям надо подумать. Ну вот, я считаю, что участок, конечно, он шикарный. И по конфигурации он очень хороший. И по фруктовому саду вообще вопросов никаких нет. И огурцы вам уже, и помидоры, и перец, и капуста, и картошечка. Все посажено. В общем, с участками, я думаю, мы с вами закончили. Сейчас пойдем посмотрим по надборным постройкам, и мы будем переходить к осмотру самого жилого дома. По коммуникациям пройду, пока идем. Коммуникации у дома все центральные. Газ, свет, вода. Канализация – септик. Септик здесь дренажный, большой, кирпичный на 8 кубов. Место здесь сухое. Станица. Вода, сказала, есть центральный дом подведена, подключена. Также есть скважина на участке. Поэтому тоже, пожалуйста, можно этим тем пользоваться. По коммунальным платежам порядка 5500 зимний период обходится дом. Летний период порядка 2000 не более. Так, что касается наших надборных построек. Давайте смотреть. Здесь два небольших сарайчика. Давайте зайдем сюда. Бетонированные полы, стены. Такой саманный, я думаю, постройки. Старенький остался, но внутри все очень прилично. Свет завезем, потолочек подшит, полочки. Вполне можно всем пользоваться с удовольствием. Кирпичом обложено, все на фундаменте, сухо. И вот такая пристройка тоже облегченная. Конструкция профлистом сбоку. Вот к основной части сарая. Тоже, пожалуйста. Про навес мы с вами сказали. Тоже здесь и мангальную зону можно вынести. И на лето здесь диванчики обычно ставят. Стол. В общем, такое симпатичное место получается. Еще у нас здесь есть два помещения, которые хочу показать. Посмотрим. Здесь у нас котельная расположилась. Здесь котел есть у нас и газовый напольный, вот белый слева. И есть твердотопливный котел. Пока не было отопления газового, топились твердотопливные. Но теперь есть у нас и газ, и котел остался сам по себе. Когда мы с вами проходили вот к этим дальним воротам, возможно, кто-то обратил внимание на дверку. К сожалению, мы туда не попадем, но там такая дополнительная комната. Ранее ее использовали для рабочих целей. Ну-ка, сейчас посмотрю, может быть, не попадем. Но там, если что, беспорядок, не обращаем на это внимания. Ну, сейчас используется как такое складское помещение. Ну, еще полноценная комната. Можно открыть окно, да, например, если нужна еще одна жилая комната, зачем-то, может быть, в общем-то, придумать, зачем было бы помещение. Капитальная постройка, пристройка. Вот, может быть, такой хороший сарай кому-то нужен или мастерская. Вот такое помещение у нас имеется. Так, что касается самого дома. Дом у нас, друзья, 2015 года постройки. Внутри у нас газоблок, утеплитель. Сверху идет декоративная фасадная штукатурка «Караед». Дом на ленточном фундаменте. Лента «Цоколь». Кажется, что дом как бы у нас без фундамента, просто поднят очень участок. С фундаментом там все на месте. Крыша накрыта профлистом. По коммуникациям сказалось, что центральная газ, свет, вода, канализация септик, повторюсь. Ну и скважина дополнительно на участке. Давайте будем заходить в дом и осматриваться уже изнутри. Итак, в дом мы с вами попали. Давайте будем смотреть. Дом действительно с шикарной планировкой для большой семьи. Здесь настоящее удовольствие. Комнат много и планировка интересная. Давайте заходим у нас на входе прихожая. 8,1 квадратный метр. Дальше прямо по курсу из прихожей идет у нас праздничная и совмещенная санузел. Далее влево мы проходим в гостиную. 22,4 квадратных метра. Прямо из гостиной влево, опять же, мы через коридор попадаем в кухню. И там же у нас рядом с кухней есть площадь предусмотренная для бани. Печка установлена, вода выведена. Ну, мы посмотрим, как пользуются ей сейчас. Далее мы возвращаемся с вами в гостиную. У нас влево первая живая комната. 17,4 квадратных метра. Далее у нас коридор 11 квадратных метров. И вот так, в отдалении от кухни, от шума, у нас расположились уже жилые 4 целых комнаты. Комната 14,5, 15,2, 17,7 и 15,7 квадратных метров. И посередине гардеробная. Общая площадь дома 174 квадратных метра. Давайте смотреть все комнаты и планировку по порядку. Возвращаемся с вами на исходную, в прихожую. Давайте осматриваться. Мы зашли, у нас прихожая. Стены здесь оклеены обойми. Потолок под покраску. На полу вяжет плитка. Там где плитка. Друзья, у нас теплый пол. Даже сейчас еще чувствую ногами, что теплый пол не отключен. Прямо по курсу у нас переходим в котельную. Помещение отдельное. Стены. Давайте посмотрим здесь. Это пластик. Ну, такой вот под обои пластиковые панели. Потолок здесь под покраску. И в следующую дверь мы попадаем в санузел. Санузел, сказалось, совмещенный. Все площади здесь достаточно большие. Дом в хорошем жилом состоянии. Но вот приходится продавать. Для двоих, конечно, дом велик. Этот дом хочет, чтобы была большая дружная семья. Чтобы шум гамм. Много жилых помещений. Гости. Ну, и огромный земельный участок, конечно, требует времени и сил. Переходим с вами в площадь гостиной. Так она у нас выглядит. Потолки по дому порядка 2,70. По ремонту давайте посмотрим стены. Также оклеенные обуви. Потолок здесь под покраску. На полу плитка лежит под ламинат. Давайте пойдем прямо. Посмотрим сначала кухню и подсобные помещения. А потом уже пойдем по жилым комнатам. Вот сюда прямо отдельно у нас расположилось все, что касается кухни. По-хорошему, так, по-мудрому все сделано, да. Большая тоже, достаточная для готовки и как столовую использовать кухню. Если гостиная, то, пожалуйста, вот мы с вами заходили. Так, вот такое здесь у нас помещение. Давайте посмотрим. Бухонный гарнитур. Небольшой, но в целом все очень симпатично. Стены здесь частично оклеены обоями. Частично пластиковые панели внизу. Потолок под покраску. На полу лежит также плитка. Радиаторы везде поменены. Мы с вами идем дальше. Вот сюда маленькая дверка. Сейчас собственники это переделали все. И пользуются как кладовкой. Но вообще данное помещение предусмотрено под баню. Вот здесь вот печка установлена. Водичка сюда тоже выведена. Давайте мы вот сюда пролезем, посмотрим. Вот вода. И мы вот зашили. Вот там площадь для парьевки. Поэтому если вам нужна банька, то она у вас в доме уже предусмотрена. И это здорово. Здесь также расположились фильтры на воду. Щетчик на воду. Газовый котел. Помните, он у нас в котельной на улице. Что тоже очень-очень удобно. Выходим мы с вами из этого лабиринта. Я говорю, здесь можно потеряться. Спрашивать дома кто. О, я на кухне. Приходи. И потому что здесь нас еще с вами задают к просмотру целых пять. Целых пять жилых комнат. Давайте смотреть первую жилую комнату. Комнаты все очень хорошие по площади. 13, 14, 15, 17 квадратных метров. Конечно здорово. Так, стены здесь оклеены обои. Потолок также под покраску. Декоративная обставка в зоне изголовки. На полу здесь лежит ламинат. Давайте комнату посмотрим с другой стороны. Такой он у нас симпатичный. Идем дальше. Друзья, для тех, кто впервые на нашем канале, напомню, что у нас есть очень информативный и полезный телеграм-канал. Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Там важная полезная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. Поэтому, если вы планируете купить или продать недвижимость, пожалуйста, будьте подписаны. Буду вам очень благодарна за подписку. Ссылка сейчас перед вами на экране, а также внизу в описании к каждому видео. Далее с вами переходим уже к осмотру основных жилых помещений. Они вообще расположились у нас в таком отдельном, отдельной части дома. Очень удачно. И вот еще сюда идут у нас жилые комнаты. Один, два, три и четыре. Да, поправлюсь. Четыре жилые комнаты, в доме их не пять. Давайте смотреть. Первую жилую комнату. Вторую даже. Да, мы смотрим. Стены здесь также оклеены обоими. На полу лежит ламинат. Потолок под покраску. Хорошая прямоугольная комната. Смотрите, хочу обратить ваше внимание. Кому нужна пятая комната, вот здесь можно открыть дверь. И вот с улицы мы с вами смотрели помещение под мастерскую, как подсобная. Да, вот если вот здесь открыть вход, то мы как раз попадем в ту комнату. Там заложить дверь, сделать окно. И вот там пятая жилая комната, если она вам нужна. А мы смотрим пока те комнаты, которые у нас имеются в наличии. Так, еще одна жилая комната. Ламинат также на полу. Стены оклеены обоими. Везде потолочек у нас под покраску. Здесь комната по конфигурации у нас ближе к квадрату. Хорошие широкие комнаты. Мебель скоро встанет. И еще одна жилая комната. Тоже давайте посмотрим. Обои удачно подобраны. Не все одной фактуры, но немного разного оттенка. Поэтому достаточно удачно смотрится. Так, потолок тоже под покраску. Декоративная отставка из зоны эскаловья. Ламинат лежит на полу. Везде система радиаторного отопления у нас поменена. Мы пообратили внимание, что в каждой комнате есть вот такие вытяжки. Давайте дальше с вами посмотрим. Посередине расположилась гардеробная. Тоже выручалочка помощница в доме. Потому что когда большая семья, точно хочется все разложить по полочкам. Это как раз тот вариант, когда можно и шкафом много наставить, потому что размер комнат позволяет. И можно также здесь все это распределить. И все будет на своих местах, но в то же время всегда будет под рукой. Ну что, в целом мы с вами дома смотрели целиком и полностью. Если такой объект вам подходит, не забудьте сохранить ID номер объекта, чтобы мы как можно быстрее могли ответить на все ваши вопросы. Напомню, что достойность его у нас составляет 8 миллионов 500. Домик находится у нас в продаже. Все документы по нему готовы. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Буду вам благодарна за ваши комментарии, лайки и подписки. С вами я Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромис.